всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот видео 7000 лет библии название на значке но более полное название звучит библии в семи днях божьих равна 7 тысячелетиям человечества у меня на самом деле получилась такая трилогия как очень часто фильмы снимают и я поправил значки 2 это было это а то они получили все очень похоже но я вот их как видите чуть-чуть подправил первый был 7000 7000 лет вечности 2 7000 лет человечества и вот сейчас 7000 лет библии и я все значки тут человечка добавил чтобы они все хоть на второй значок чтобы они как-то отличались да ну там всегда так символ спирали вечно закручивающие раскручивающиеся ну и тут книга этот человечек чтобы хоть как-то отличалась но все эти ролики записаны в рамках одного одной темы это то что и и тезисом для которой является ключиком которым открываем тайны библии и все откровения это то что один день у бога как тысячи лет у людей на земле именно через призму этого мы все библейские места рассматриваем и понимаем что человечество живет 6000 лет 4000 лет до рождества христовым и две тысячи лет после и заканчиваются они вторым пришествием сус христа и тысячелетним царством и иисуса на земле со своими учениками который будет седьмым тысячелетиям ну или третьим тысячелетиям после рождества которое уже с вами началось и вот 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 мы прям с вами при дверях все все тексты которые я показываю вам из библии собрал на страничке своего авторского христианского веганского сайта 7 тысячелетия человечества ссылка будет в описании если забудут добавить напишите в комментарии я это сделаю ну позволю себе в начале как вся зачитать сами два места из библии ключики которые мы пользуемся это псалом 89 рекомендую прочесть целиком он очень маленьким тоже кое-что полезно для себя найдете ибо пред очами твоими тысячи лет как день вчерашний тысячи лет у у человечества у бога это один день одно и из второго послания петра о последних временах там именно тот контекст можете посмотреть второе послание петра 3 глава 8 стих рекомендую хотя прочитать целиком третью главу одно то должен одно то не должно быть сокрыто от вас возлюбленные что у господа один день как тысячи лет и тысячи лет как один день это я уже добавляю я надеюсь вы понимаете прочитав оригиналы вместе со мной что я добавляю что у господа один день ну грубая на небе где мы его не видим как тысячи лет у людей на земле это очень важно так понимать да ну и вот как я говорю на этой страничке в принципе все эти ролики которые только что показал по значкам бывает не просто искать название бывает чуть отличается да ну вы сможете на странице все найти но уж если что-то не найдете всегда пишите в комментарии я дам прямо ссылки на все эти видео но на этой страничке вы найдете я все три видео прям сразу с плеерами добавил прям можно отсюда смотреть здесь все тексты которые я использовал даже тут еще ли видео которые я на эту тему записал и сегодня у нас осталось с вами разобрать вот видите пока пустое место это будет вот этот ролик и сюда добавлю нас с вами сегодня будет это три по моему место три еще место вот кто уже последовательно смотрит кто те два предыдущие видео посмотрел уже все понимает я поэтому так сильно распыляться не буду просто покажу эти места я думаю что кто смотрит первый раз я перейдите посмотрите обязательно перед этим первые два ролика но уже кто смотрит 3 уже все понятно я просто покажу эти места для вас и зачитаю ну и кратко прокомментирую это все я просто решил уже окончательно новый завет на этот предмет весь изучить да даже и ветхие я уже все это сделал вот в общем то все что мы с вами и нашли поэтому я три видео они в принципе достаточно полноценные и окончательные поэтому сейчас в основном все из марка и притч 1 из луки будет марка 9 глава с 1 по 3 стих это если это вырванные конечно же стихи как я сам сюда учу ни в коем случае не познавать библию вырываясь контекст какие-то места поэтому просто ну я делаю это для себя как пометки а вы всегда можете обратиться к оригиналу к евангелия на моих сайтах где все с картиночками понятно разбитыми эпизодами отделенными друг от друга до то место где иисус где ученики иисус подходит из права иисус их спрашивает да за кого меня почитают люди ну и вы там они как там за пророков за того за сего петр говорит ты мессия иисус христос помазанник да тот кого мы ждали вот он говорит что это как бы я да но только нет ни в том виде в каком не ожидаете нет мне должно много пострадать быть убитому и воскреснуть на третий день помните петр его там отзывает беспокоясь за него говорит чтобы он этого не делал с собой да не не придавал себя в руки грешников пет иисус гид отойдет меня сатана или следуй за мной сатана и говорит им уже поворачиваясь ко всем ученикам что кто хочет следовать за мной отвернись себя возьми крест свой следуй за мною ибо кто хочет сберечь свою душу то-то отвергнет ее ради меня и евангелия и святой жизни и говорит им и сказал им ибо когда придет когда приду сать мой святых ангелов во славе отца своего то воздам каждому по делам его и дальше он говорит нам такую фразу и сказал им истинно истинно говорю вам есть некоторые стоящих здесь которые не вкусят смерти как уже увидеть царство божие пришедшие в силе из этого мы узнаем что христиане будет в отличие от еретического от лживого дьявольского учения о восхищении церкви до великоскор до великой скорби до последних времен это полный бред христиане будет до последних времен до второго пришли из христа многие из них ну многие из которых даже не умрут а просто изменится как и писал апостол павел в двух своих посланиях в первом послании коринфянам 15 глава говорю вам тайну не все мы умрем но все мы изменимся найдите это место и во втором послании фессалоникийцам 4 глава первое послание фессалоникийцам 4 глава то же самое говорит что да когда при последней трубе при голосе архангела да мы все воскреснем и тогда уже мы кто-то воскресен кто-то изменится и все будем навстречу господу когда он будет идти будем восхищены соберемся все в иерусалиме там где он и был распят это раз и мы видим с вами я вам специально все это рассказал и по прошествии дней шести взял иисус петра иакова и анны и возвел на гору возвел на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними преобразился одежды его сделались блистающими весьма белыми как снег как на земле билищик даже не может выбили что нам символизирует этот образ все знают это называется преображение господня в сектах православных в католите святой в протестантизме празднуют даже в определенные дни но протестантизме может там не празднует в определенные дни на унайн тоже когда-нибудь празднуют но точно празднует православный католик у них там все по дням буква еды придумали себе кучу праздников до и придумали в том плане придумали дни до что как будто якобы у настоящий христианин у него каждый день эти все праздники когда он читает библию когда он размышляет они когда он вспоминает об этом у него тут же праздник на душе и какой бы он момент не спомнил вот у нас с вами сегодня и праздник преображения потому что мы этот момент вспоминаем. Иисус преобразился. Заметьте всю символику, казалось бы, в физических действиях, в реальных событиях, описанных об Иисусе и его учениках. Во-первых, что означает, я сразу скажу, символизирует три ученика. Почему Иисус взял не всех? В контексте последнего времени, то, что мы с вами рассматриваем, вот это физическое действие, реально происшедшее, когда Иисус взял учеников, взошли на гору, он преобразился. Конечно же, это что символизирует? Что не все христиане при воскрешении будут с Иисусом. Иисус прямо говорил, что каждый получит по делам своим. Павел так и описал, что все, когда мы изменимся, кто-то изменится, кто-то воскреснет, каждый получит по делам своим. Все мы предстанем предсудилище Христово, он сказал. Он себя не отделяет, он говорит, мы, я вместе с вами. Павел точно так же предстанет на судилище Христово. И каждый будет получать то, что он делал, живя в теле. Доброе или худое? Павел прямо об этом говорит. Иисус, естественно, тоже. Что каждый получит по делам. Не по вере, а по делам своей жизни. По святости своей жизни. Не по количеству дел. Не путайте вот этот извращенный бред протестантизма. Иисус никогда не говорил по количеству дел. И Павел никогда не говорил. Это протестанты специально извратили учение Иисуса Христа и заменили его лживым дьявольским мировоззрением. О том, что якобы спасаются не делами, а веру. Это полная чепуха. Человек спасается святой жизнью. Не количеством дел. Каждое разное время живет на земле. У каждого разные возможности. Но человек, Иисус сказал, спасается святой жизнью. По делам своим каждый будет получать. Суд будет по делам человеческим. По его жизни. Дела читай как жизнь. Просто общую совокупность жизни. Общая совокупность дел. Вот и все. Протестанты просто извращают слова Иисуса. Иисус нигде никогда не говорил, что каждый будет получать по количеству дел. И Павел этого не говорил. Но по делам они горели всегда. То есть по жизни. Как ты прожил, кто что сеял, тот то и пожнет. Об этом они горели постоянно. Иисус, его ученики. Петр так и писал. Суд начнется с Дома Божьего. С христиан. Это очень важно понимать. Именно во второе пришествие перед тысячелетним царством. Каждый получит то, что он сеял. Это очень важно понимать. Поэтому именно три ученика символизируют тем, что не все из призванных двенадцати получат, так скажем, вкусят эту благодать. Это очень важно понимать. Ну, Моисей и Илья это символизируют законы пророков. Я думаю, для вас давно уже не секрет. Но если секрет, то я кратко оговорюсь. Это как Иисус говорил, что нам не исполнится все, что написано в законах и пророках. Это как свидетели того, что все это к нему приводит. Вы хотите иметь жизнь вечную из Писания, как Иисус говорил книжникам, законникам, фарисеям. А они свидетельствуют обо мне. Это очень важно. Поэтому это просто символ. Мы видим с вами, что все это происходит по истечении шести дней. Шесть тысячелетий. У Бога один день, как тысяча лет. Четыре тысячи лет до Рождества Христова и две тысячи лет после. Мы с вами живем при дверях седьмого тысячелетия. Точнее, мы в него уже входим. Но так как Иисус родился в двухтысячном, но на дело свое вышел в 2030 году. Был убит, был арестован, убит, неправедно осужден. Потом убит, воскрес и вознес на небеса в 2033 году. Значит, мы его ждем буквально скоро. В двухтысячном году родился, скорее всего, как раз Антихрист. То есть мы с вами видим, что все это происходит по истечении шести тысяч лет. Ну или двух тысяч лет после Рождества Христова. Поэтому ученики символизируют избранных, из избранных. Потому что христиане тоже называются избранными. Но так называемые тех, кто достойных. Они символизируют тех, кто действительно эту благодать вкусит. Не все взойдут к Иисусу на горе. Конечно, его преображение на горе символизирует его пришествие. Мы к нему поднимаемся. Тут Иисус сразу в образе своем, как и Иисуса. Когда он идет, а за ним идут ученики. Это, в принципе, любые пастыря, которые настоящие пастыри, добрые. Каким является ваш добрый слуга, я надеюсь. Суд покажет Христов. Которые ведут ко Христу. Это тоже как бы Иисус здесь в роли и будущих пастырей. И самого себя, когда уже стоит преображенный. Там мы с ним встретимся. Ну, а потом сойдем, вы помните, в Иерусалим. То есть, вот это, конечно же, образ второго пришествия. И преображение, изменение нашей плоти из тлены в нетление. Из болящей в неболящую. Вот такое вот место. Действительно, оно отлично символизирует то, что мы с вами при дверях. Следующее место. Уж куда тоже более символичное. Это, кто знает, праздник. Тоже, как его только не называют. Вербное воскресенье. На самом деле, когда Иисус восходил в Иерусалим. На ослике. Когда люди бросали ему пальмовые ветви. Давайте еще раз. Давайте прочитаем, что здесь у нас сказано. Здесь, на самом деле, это очень большое место. Как видите, у меня всегда есть ссылки. Это целиком 11-12 глава. Я вам целиком не буду читать. Я рекомендую либо сейчас поставить на паузу и перечитать. Либо потом ознакомиться. Как хотите. Ну, возможно, даже лучше это сделать сразу. Я, конечно, вам все стараюсь показывать на экране. Но так как я уже читаю здесь не прямо в полноте. А вам, видите, рассказываю. Делаю специально все достаточно крупно, чтобы можно было легко читать. Но я вам прочитаю чисто кусочками. Я просто показываю, что этот эпизод начинается... Он не вырван из контекста. Если вы прочтете целиком 11-19 главу, все, что я вам буду сейчас говорить, вы там узрите. Все места, которые я пропустил, а, в принципе, своими словами, конечно, немножко все равно объясню, покажу. Но в оригинале рекомендую их всегда прочитать. Ну, из 9-й стиха читаем 11-й главы. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали. «Ассанна, благословен грядущий во имя Господня, благословенно грядущая во имя Господа, царства отца нашего Давида, ассанна вышних». То есть мы видим с вами, что сразу о чем идет? «Благословен грядущий». То есть мы читаем с вами о втором пришествии символенно. Конечно же, эти реальные события, происходящие 2000 лет тому назад с Богом любовью, явившимся во плоти, мы сейчас читаем как символами, перенося их калькой на второе пришествие Иисуса Христа. Мы видим, что Иисус грядет, когда, то есть к чему как бы этот эпизод, он говорит, о чем он будет, о чем нам символенно будет рассказываться о грядущем Иисусе, и когда мы будем кричать «Ассанна, Господи!». «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и осмотрел все, но как время уже было позднее, вышел из Вифании с 12 учениками». То есть мы с вами видим, что Иисус приходит, здесь я говорю, здесь хоть и символенно в словах мы понимаем, к чему у нас просто отсылка, это еще не второе пришествие. Эта фраза нам говорит о том, к чему Бог нас хочет подвести, то есть о будущем. Что мы, прочитав 11-12 главу, вообще эпизод, как Иисус пришел последний раз в Иерусалим, там на Ослике, причем несколько последних километров в него восходил, это нам говорится, о чем будет, какая тайна нам откроется, тайна второго пришествия. А дальше мы читаем по плоти все-таки опять, да, то есть это как говорится тезис или предисловие, или как говорит, я что там не помню, ну поняли, да, то есть сама суть нам рассказана. А по сути мы с вами видим, что Иисус, что такое? Иисус приходит в Иерусалим. Конечно, Иисус всегда символизирует собой христианство, он и есть христианин, он и есть Иисус Христос, от которого пошли христиане. Поэтому, конечно, мы в нем всегда видим всех христиан, видим христианство. Здесь духовно накладываю все на второе пришествие, мы с вами видим, как он первый день находится в Иерусалиме, он пробыл и вышел, уже было поздно, вот, и он ушел в соседнее селение, недалеко отходящее, да. На другой день, то есть раз день мы видим, Иисус находится в Иерусалиме, на другой день, второй день, когда они вышли из Вифания, Иисус взалкал, и увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но придя к ней ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смоков. И сказал Иисус, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек, и услышали то ученики его. «Пришли в Иерусалим, Иисус, войдя в храм, то есть снова они пришли на второй день, опять Иисус приходит в Иерусалим, входит в храм и начинает выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил, говоря, не написано ли, дом мой, дома молитвы наречется для всех народов, а вы сделал его пещера разбойников». Как мы видим, для всех народов, да? То есть, откровение Божье о том, что Бог есть любовь, Иисус Христос, это откровение не для евреев, а для всех народов. «Услышали это книжники и предсвященники, искали, как бы погубить его, и боялись его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города». Мы видим с вами, Иисус два дня проводит в Иерусалиме, да, уча. «По утру, проходя мимо, увидели, что смоковница, ну, ученики его…» Видите, тут я многоточие ставлю, когда я пропускаю, и я просто, чтобы акцентировать ваше… Знаете, как в видеомонтаже делают что-то там, затемняется, а это вот выделяется, да? Но я не умею супермонтажом пользоваться, вот, показываю вам, как умею. «По утру, проходя мимо, увидели ученики его, что смоковница засохла до корня. И начал Иисус говорить им притчами…» Это уже 14 глава, первый стих. 14, да, мы с вами какие читаем-то? 14, по-моему, да? 12, простите, чтобы вы не путались. То есть мы с вами прочитали 11 кратко по стихам, и это 12 глава, первый стих. Я говорю, я там пропустил, вы прочитайте целиком. Я вам как бы выделяю важные моменты, которые вы при чтении уже самостоятельно, целиком, 11-12 главы, все это увидите. То есть мы с вами видим, Иисус два дня в Иерусалиме. А если у Бога один день, как тысяча лет, то, значит, это две тысячи лет Иисус для всех народов, как здесь сказано, хорошо, да? Кто же эти? Конечно же, здесь Иерусалим мы уже читаем не как тот Иерусалим и иудеи, которых Иисус пытался привести к истине. Конечно же, Иерусалим, иудаизм мы уже читаем как, ну, центр православия. Я не знаю, сейчас его как такового не существует, оно по всем народам, да, в отличие от иудаизма, Израиля, где у них все сконцентрировано на храме в центре Иерусалима, да? То православия такого какого центра нет, ну, какую хотите аналогию проведите, да? Но, естественно, сам Израиль, сам иудаизм символизирует христианство. То есть Иисус два года пытается православие, католицизм, протестантизм привести к истине, да? Они сделали это прибежище Божье, чем пещеры разбойников. Поутру же, естественно, это смоковница, на которой нету плодов, конечно же. Ну, тогда символизировала Израиль, теперь символизируют для нас эти секты псевдо-христианские, православие, католицизм, протестантизм. Плодов на них нету, листья есть, мишура, обряды, таинства, да, правила человеческие, заповеди человеческие, правила эти поповские все, да? Листвы, мишуры на них полно, плодов только нету, да. Никто от нее не вкушает, все остаются голодными, да. Иисус им, когда смоковница, они видели образ, что она засохшая. Иисус на утро, на третье утро, снова приходит в Иерусалим. Третий день. И рассказывает им притчу. Некоторый человек насадил виноградник и обнес его ограду. Я помельче сделал, чтобы у вас видно было все сразу. То есть поутру, на следующий, на третий день, читайте как, поутру третьего дня. И заметьте, всегда это поутру, в третий день, рано утром воскрес Иисус, да? То есть мы с вами читаем, что это в начале третьего тысячелетия. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И начал Иисус говорить им притчи. Я вам специально все вот это так сжал, чтобы вы видели концентрат. Некоторый человек насадил виноградник и обнес ограду. И выкопал точила, и построил башню. И отдав его виноградарям, отлучился. Иисус вознесся, да? Построил виноград Петра, на котором основал церковь. То есть, естественно, он его не в основании фундамента закопал, а слово, которое апостолы понесли дальше, это и есть фундамент, да? Учение о том, что Бог есть любовь, свобода и вечная жизнь. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградаря плодов из виноградников. Они же, схватив его, убили и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, к тому, камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал. И того убили, и многих других то убили, то убивали. Имея же еще одного сына, любезный ему напоследок послал его к ним. Говоря, постыдятся сына моего. Но виноградаря сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет, второе пришествие, читай, и придаст смерти виноградаре и отдаст виноградник другому. Неужели вы не читали этого в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно, и дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли. Конечно же, Иисус, в те времена Иисус говорил прямо иудеям, прямо говорил об Израиле, об иудаизме. Прямо говорил, что до этого посылались пророки и праведники, и учителя, да, они их отвергли. И действительно, Господь послал, кстати, обратите внимание, что иудаизму тоже две тысячи лет. Во время, кстати, здесь очень символьно, я, обратите тоже на это очень сильное внимание, что на самом деле иудаизму, как и христианству, во времена Христа тоже две тысячи лет. Иисус пришел на третье тысячелетие иудаизма. Это очень важно. Это тоже очень важно. Поэтому все так и кальки накладывается, и совпадает. Этому я вот жалко сразу об этом не стал говорить, я сейчас даже впервые за эти три роликах говорю. То же самое, я знаете, ладно, я запишу еще один ролик, что иудаизму тоже две тысячи лет. Это очень важно, потому что, во-первых, все эти места совпадают. Но очень яркий момент есть с Лазарем. Я там говорил о Лазаре, как оно, о христианстве, но забыл сказать, что там и символизирует два года до этой иудаизмы. Потому что, когда Иисус пришел, Лазарь уже был в четыре дня, как в огробе. Это очень важно. Поэтому там мы символно видим два года иудаизма и два года христианства. Ну или, в принципе, я вам сейчас об этом сказал. Не знаю, но, может быть, запишу потом отдельный ролик. Это тоже очень важно. И вот все, что мы с вами здесь прочитали, мы видим с вами, как калька накладывается на второе пришествие. Все отличие, что во второй раз Иисус просто никто уже не убьет. Более того, наоборот, просто мы все накладываем калькой, кроме восьмого стиха. Все, кроме восьмого стиха. И схватив его, убили, выбросили вон из виноградникова. Этого уже во второе пришествие Иисуса Христа не случится. Наоборот, он действительно придет и придаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Все абсолютно сбывается. Все калька один в один. Что первое пришествие, что второе пришествие абсолютно одинаково. Оно случилось в начале третьего тысячелетия иудаизмом относительно него. То же самое будет сейчас, оно будет после двух тысяч лет христианства в начале третьего тысячелетия. Все абсолютно прям калькой накладывается. Как вы видите, какие еще могут быть вопросы? У меня сомнений никаких нет. У меня просто есть здесь всегда серые тексты. Я помечаю какие-то свои комментарии, но я вам все это сказал. Следующее место, Марка 14, 14 глава, с первой по второй стих. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков. И сказали первосвященники и книжники, как бы взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили только не в праздник, чтобы не произошло возмущение в народе. И мой комментарий. Мы читаем эти стихи сразу же после апокалиптической речи Иисуса Христа. Пасха, переход из смерти в жизнь, произойдет после двух тысяч лет проповеди христианства. 14 глава. Построение Евангелия, кто, конечно, знает, кто со мной уже читал. Не раз его с моими комментариями. Тот знает, что, в принципе, особенно синаптические Евангелия, они действительно как будто по одной структуре, как будто у них был такой скелетик, по которому они писали. Или они дополняли просто друг друга, списывая все друг у друга. Ну и добавляли свои воспоминания или исследования, как Лука писал. Вот, естественно, апокалиптическая речь известна, я думаю, многим. Она есть во всех Евангелиях, где... Когда вот в этот... Тут, как вы и заметили, тут мы с вами все последовательно. Я специально, как вы видите, всегда стараюсь даже в своих роликах, если есть возможность, все это как-то последовательно показать. Мы с вами читаем. Все три эпизода, которые я сегодня показываю, они все из Марка. Девятая, одиннадцатая, двенадцатая глава, четырнадцатая. То есть мы с вами, по сути, пропустили только тринадцатая. Тринадцатая глава, по версии Евангелия от Марка, это и есть та апокалиптическая речь. В Матфея это двадцать четвертая, двадцать пятая, целых две главы. В Луке какая-то... Уж не помню, двадцатая, по-моему, или девятнадцатая, где-то так, да? То есть где-то под конец, да? Перед этой апокалиптической речью есть большая речь обличительная. Особенно у Матфея на седалище, вы помните, как он говорит, кто сел на седалище Моисеевым, а уже современные христиане и вообще христиане, как только пошли от Иисуса, должны были читать уже... Ну, после того, как иудаизм, евреи отваливаются целиком от христианства, на седалище. На престоле Христовом сели. Да, книжники, законники и фарисеи, лицемеры. Конечно же, мы с вами видим, что после апокалиптической речи мы так и читаем. То есть все, что там написано, да, уже конец. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи. Пасха переводится как Песах, Переход. Когда евреи перешли, Чечермное море так называемое, да, символ, перешли из смерти в жизнь, из Египта, да, где были в порабощении. Поэтому здесь мы тоже символно с вами видим, что через два дня надлежало быть празднику Пасхи. Пасха, жатва, свадьба, брак со Христом исходить. Ну, свадьба или брак, брачный пир, ну, свадебный пир. Ну, и слово брак, свадьба, вы знаете, люди понапридумали много слов, суть-то об одном, да. Ну, свадьба это событие, а брак это уже вроде как пребывание тех, кто поженился, замуж вышел. Браку сочетались, слово ужасное, конечно. Помню, что ты дергаешься, я тебя напухал. Вот, через два дня надлежит быть празднику Пасхи, брачному пиру, перехода из смерти в жизнь. Еще один прекрасный, прекрасное место, которое нам указывает, что мы с вами при дверях находимся второго пришествия, живя в третьем тысячелетии, в начале третьего тысячелетия, поутру. И сказал, и с вами закончим, и с вами сегодня, это Лукой, 13 глава, 6 по 9 стих. Это притча Иисуса. Там есть небольшой контекст, но я могу себе позволить вырвать, и вы можете обратиться более целиком, прочитать там с первого стиха, да. И сказал Иисус им такую притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год, обращаю внимание сразу, я третий год. Он это говорит на третий год. Третий год я уже всем объяснял, когда мы говорим второй час, мы говорим, хотя бы первая минута перевалила, после второго часа, там, двух часов дня, мы говорим, да, третий час уже. Когда домой-то, мы на работе обычно, да, пятый час уже, или там шестой, кто во сколько уходит. Все, у нас пора собираться. Все, шестой час пошел, все, можно собираться, да. Пять минут шестого. Вот я третий год. Ну, грубо говоря, он пришел 1 января. Говорит, вот я третий год уже прихожу. Да. Смотрю на одну смоковницу, а на ней нет плода. Это очень важно. Третий год, это не в конце года, это не в середине. Вот я третий год, третий год пошел. Два года прошло, и вот третий год, прям переломило. Прихожу, а на ней ничего нету. Сруби ее, на что она и землю занимает. Естественно, эта бесплодная смоковница символизирует современные православные, так называемые псевдо-христианские, их называют, ну, они все называют христианским сектами, православик, филицизм, протестантизм. Одни проповедуют спасение по вере плюс ничего, другие проповедуют спасение по вере плюс крокодили слезы под полотенчиком у попика. И то, и то является ложью дьявола, учением антихриста. Человек спасается святой жизнью. Это очень важно. Святой жизнью в чем? В любви ко всему Божьему творению. В природе, животным, духам и людям. В этом во всем проявляя свою любовь к Богу, который всячески во всем присутствует. Ибо он все сотворил. Сруби ее. Две тысячи прошло. Конечно же, это символы иудаизма, однозначно. Поэтому все те же самые символы, потому что иудаизму Моисей жил за две тысячи лет до прихода Христа. До первого пришествия Иисуса Христа. До его Рождества, как хотите сейчас современным языком говорить. Авраам где-то две шестьсот, Моисей это где-то две тысячи. Там можно плюс-минус. Есть какие-то колебания. Это не суть важна, когда вы все это вдаётесь. Какая бы... Да, в истории много неправды, подлогов каких-то. Можно в чем угодно сомневаться, что там было. Но все знают, что была Вторая мировая. Кто с кем воевал, хотя бы страны. Это есть крупные вещи, которые просто... Они их бесполезно отрицать. Поэтому меня удивляют люди, которые целиком выбросили историю на помойку, как говорят, классическую и такую мировую. Это абсолютный бред. Её невозможно подменить. Она существует. Там есть обман, ложь, личные мнения. Всё что угодно. Не состыковки какие-то по мелочам, по средним мелочам. Но не в крупных вещах. Моисей жил за две тысячи лет до Рождества Христова. Это очень важно. Поэтому, конечно же, в этой смоковнице, прежде всего, у нас символ – это иудаизм. Израиль, который бесплоден, уже на третий год пошёл. Естественно, мы с вами, как сейчас христиане, особенно в последних времён, читаем – это псевдо-христианство, православие, католицизм, протестантизм, которое никакого плода принести не может. По сути, просто своей дьявольской лживой сущности, потому что оно не проповедует о святости, о совершенстве. Более того, они проповедуют абсолютно обратное. Они все – протестантизм, католицизм, протестантизм – утверждает, что человек не может достичь личной святости. Ну, а если и может, как православные, какие-то там избранные святые, вот которых мы целыми днями туфли целуем и иконки лобызаем. Всё. А ты – нет. Ты грешный, грешный, супергрешный. Такая твоя судьба. Ты можешь уповедить только на милость Божью. Ну, протестанты пошли ещё дальше. Чего мучиться и терзаться, что там кто-то может, а мне только одна надежда на милость Божьей. Я святостью Христову, и всё хорошо. Бог меня, грешник, покрыл своей благодатью, одел в свои ризы, и всё хорошо. Я такое говно в такой христовой обёртке, фантике красивом. Меня лучше, конечно, не разворачивать. Внешне-то я вроде в благодати Христовой. Но если меня ковырнёшь, развернёшь, узнаешь, какое дерьмо. У них Царство Небесное – царство вот таких вот дерьмовых конфеток. Это абсолютная ложь. Иисус учил о святости, о личной святости каждого человека. Будьте! Все его призывы, глаголы, они индивидуальные, раз, и они повелительные исполнять. Он не говорит «будете» по вере в меня. Нет, он говорит «будьте». «Будьте», «любите». Если не любишь, кто не любит, тот не познал Бога. Пребывающий в любви пребывает в Боге. Это очень важно. Будьте совершенны, как Отец Ваш Небесный совершен. Что? Делай добро и злым, и добрым. Это очень важно. Но виноградарь сказал ему в ответ господину. «Господин, оставь её и на этот год, пока я окопаю её и обложу навозом. Не принесёт ли плода? Если же нет, в следующий год срубишь её». Конечно, здесь уже какой символ? Ну, можете всегда мои серенькие тексты почитать, если на сайте пользуетесь. Притча о бесплодной смоковнице. Некто – это Бог. Ну, некто или господин его потом сам виноградарь называет. Виноградарь, естественно, Иисус. То есть смоковница здесь уже, если уже глобально мы с вами рассматриваем, уже христиане в последнее время – это человечество. Это уже не просто. Это, конечно, и христиане надо понимать тоже, как я вам сказал. Это иудаизм во времена Христа. Это и христиане на протяжении всего 2000 лет надо читать к себе. Евангелие всегда надо читать к себе. Ко мне, как христианин. Ну, я вот как часть этого христианства. Но, конечно же, в последних времён христиане понимают, что речь идёт о всём человечестве. Потому что здесь затронут… Если бы эта притча была только о двух годах, да. Но так как есть третий год, тысячелетнее царство Иисус Христа, мы понимаем, что речь идёт о всём человечестве. Срубить его – то же самое, что смыть потопом. Всемирный потоп. Или все дела, вы помните, что будет после тысячелетнего царства, будет действительно срубление человечества. Земля и все дела на ней сгорят. И Бог уже сотворит новую землю и новое небо. Вот тогда он её срубит и насадит новое. Почему три дня, три года стоит смоковница? И что такое третий год, который будет обложен навозом, удобрением? То есть виноградарь будет ещё за ней ухаживать? Конечно же, вы все знаете, что… А если не знаете, вот я вам рассказываю, что, конечно, после второго пришедения из Христа… Да, дьявол, пророк, лжепророк и все, кто восстанут с ними, будут убиты дыханием уст Господа, идущего на небесах. Но основная масса человечества, или там половина, а может какая-то часть его останется на земле. Умершие и живущие в Господе, в святости, в любви ко всему Божьему творению. Кто воскреснет, кто изменится, мы с вами сегодня уже об этом говорили. Соберутся все с Иисусом в Иерусалиме, будут царствовать в Израиле, на той земле, которая сейчас существует. И вокруг будут такие же народы. И мы знаем с вами и по пророкам, и по Новому Завету, и тем более по книге Откровения, что эти люди также будут каяться кто-то… Да, в конце они тоже опять восстанут на святых, на Иисуса, на Христа, на Царство Его, на нас, на всех. Но тогда уже, да, всё, огонь с небес, и всё будет разрушено, и всё. Новая земля, Великий Суд, каждый куда-то наверх, на низ отправится. И новая земля, новое небо, да. Ну, третий год-то будет. Конечно же, виноградарь, который будет окапывать и обкладывать удобрениями эту смоковницу. Слово здесь с навозом неудачное. В синодальном переводе это не навоз, а удобрение там правильно считается. Вот. Хотите мульча, да, органика, где-то покошенная. Вот. Конечно же, кто этот заботливый виноградарь о человечестве? Конечно же, Иисус. Это второй шанс человечества будет дан, когда Иисус будет на земле. Причём уже не 33 года и не 3 года проповеди, а будет тысячелетняя проповедь христианства по земле. Это и есть окапывание и удобрение этой смоковницы. Потому что Бог есть любовь, и Он будет до последнего, как мы видим. Несмотря на то, что она уже, казалось бы, нет надежды, что она принесёт плода, да. И Бог, Отец Небесный, говорит, сруби её, на что она, ну, или господин, да. Говорит виноградарь или сыну, если хотите, сруби её в своём саду, да. На что она и места занимает, нет. Он говорит, давай ещё третий год, да, она место занимает. Конечно же, вы можете, как Иисус говорил, скажете мне притчу, врач, исцелись я сам. И здесь, если вы заметили, вот я столько говорил, да, кто-нибудь заметил, что я подмену совершил? Конечно же, здесь не сказано о днях, здесь сказано о годах. Год, год и год. У Господа один день, как тысяча лет, но не год. Вот, но я себе позволил это место добавить, потому что оно очень показательное. Вот, и просто надо понимать, это же приточный язык. Приточный язык, но на основе реальности. То есть Иисус не сказку, не небылицу рассказывает. На нашей земле дерево не растёт один день. Вот, поэтому в этой притче, конечно же, вместо дня употреблены года, потому что притча рассказана на основе дерева, который действительно один год не растёт. И в первый, да, это очень важно. Вот, поэтому здесь такая, конечно, маленькая подмена, но я, надеюсь, уже теперь и вы, видите очевидно символизм того, что происходит. Я говорю, это калькой накладывается. Иисус, зачем он тогда это рассказывал? Израилю, да. Эти два года, конечно, символизируют две тысячи лет иудаизма, жизни по закону Моисеева. Это очень важно. По закону и всему бреданию, которое там потом сверху наваляли, как Иисус их в этом и обличал, да. Вот, поэтому здесь, конечно же, здесь не один день, здесь один год. Я надеюсь, вы мне простите эту подмену, потому что она не от злого сердца. Вот, действительно, это просто так читается. Вот, и этот принцип, что один день у Бога как тысяча лет, мы можем сами его придумать, что у Бога и один год как тысяча лет, да. Потому что эта притча просто идеально ложится вот на всё это понимание. Я думаю, после трёх, на этом мы с вами, в принципе, и заканчиваем, после трёх вот этих вот видео, я думаю, что у вас не должно не остаться никаких сомнений. Более того, я вам скажу, что если, вы знаете, можно сколько угодно, конечно, это не принимать, но если бы было что-то другое, что-то противоречащее, если бы были какие-то другие данные, я говорю, хорошо, мы как бы, да, мы не принимаем. Хорошо, у тебя есть другая версия. Я вот в Библии вижу только это. В Библии, в истории человечества, и вы знаете, и почему я вообще стал последние, больше уже восьми месяцев, так много роликов выпускать именно о последних временах и обо всём вот этих событиях, но потому что события диктуют. Я, вы знаете, я жил реальной жизнью, не летал в облаках, никогда не было апокалиптиком, проповеди апокалипсиса и так далее, толкованиях его размышлений над тем, потому что было бессмысленно всё это. Никаких поводов для этого не было. Сейчас, после 24 февраля 2022 года, рашистской агрессии против украинского народа, мы видим, во что это может перерасти. События, которые развиваются, дают нам показать, когда ядерной дубинкой махают, как шашкой на голод, как будто это какая-то ерунда. Мы видим, к чему всё это ведёт. Мы видим, какую злобу, какую агрессию, какую опять разжигает вот эту ненависть человеческую. Иисус не зря говорил, Иисус говорил и апостол, и в книге Откровения сказано, что в последнее время люди будут ненавидеть друг друга. Посмотрите, какое человека ненавистничество по разным внешним признакам. Американец, китайец, русский, не так говорит, не такой пол, не такая сексуальная ориентация. Вот за что угодно цепляются за внешнее, лишь бы, хотя различия прекрасны в Господе. Бог прекрасен, вы знаете, мой тоже один из лозунгов, цитаты. И аргументы, истина, аксиома, что Бог прекрасен в своём разнообразии. Мир такой классный, здоровский и радостный, от которого мы испытываем удовольствие, потому что он прекрасен в своём разнообразии. Он разнообразен. Разнообразие – это не зло. Если при этом никто не страдает. И оно ни выше, ни ниже кто-то там кого-то. А заметьте, человека ненавистничество разжигают именно на основании плоти. По внешнему, по всему. Он не такой, не так крестится, не так молится, не ту чепуху читает, какую мы тут ему в голову хотим вложить. Не то смотрит, не хочет быть рабом, а говорит и думает всё, что и делает всё, что хочет, не вредя никому. Это очень важно понимать. Поэтому, конечно же, в течение всех этих событий сейчас уже всё это очевидно. На этом у меня всё. Не буду вам особо затягивать, всё это разлагольствовать. На моём канале «Христалю пробовать его пищу в пустыне Вегана». Непосредственно на... Там можно разделы делать. И вы можете прям выбрать раздел «Апокалипсис Откровения Иоанна Богослова о последних временах». И здесь найдёте все мои плейлисты, которые заботливо, бережность, любовью для вас собраны, чтобы вы могли ими пользоваться, изучать. Тут уже у меня 9 плейлистов. Ну, три из них с канала «Христалюб», «Чтение Веган», «Чтение Библийных Писаний». Это сама книга «Откровения». Это «Фессалоникийцам послание». Это книга Даниила. Это всё, что действительно прямо касается последних времён. Ну, и шесть плейлистов, которые вот в «Свободе слова» я то, что пишу, собираю. Будет больше. Я выделю в отдельные плейлисты о «Тысячелетнем царстве». Сейчас буду тоже несколько роликов по этой теме скоро писать. И будет, скорее всего, тоже отдельный плейлист. Ну, и на сайте, конечно, вы можете у меня тоже в проповеди найти всё, что вам тут в душе угодно. Всё о последних временах. Все тут тоже есть. И царство антихристов. Ну, по сути, все странички созданы, можно сказать, зеркально, с каналом. Так что всё это сможете тоже найти. На этом у меня всё. Вот такое вот видео. Ещё раз скажу, что смотрите, пожалуйста, всю эту серию, трилогию. Иначе будет непонятно, потому что там все места, которые есть. И ещё раз скажу, что на этой страничке, если забуду в комментарии, в описании добавить ссылку на неё, напишите, я добавлю. Вы найдёте все эти места, все ссылки, в помощь вам, в помощь тем, с кем вы поделитесь. Вот. Вот эти места, которые мы разбираем. Так что вот так. Ну что, под конец могу то сказать. Господи, гряди. Ну и чтобы попасть туда, и чтобы, как мы с вами сказали, быть в числе этих трёх учеников, надо быть святым. Не забывайте об этом. Святость очень проста. Она в любви ко всему Божьему творению. Это не творение никому зла, и сколько можешь, дело добра. Не путайте, что обличение, это и есть тоже любовь. Да, поэтому кому ты говоришь неугодные вещи, это не значит, что ты их не любишь. Это говорит абсолютно об обратной вещи. Ты наоборот их любишь, поэтому их обличаешь. Желаю им покаяния и достижения полноты святости, а через это полноты блага бытия счастливой жизни. У меня на этом всё. Я с вами прощаюсь. До встречи в следующих роликах. Кому мои видео нравятся, ставьте обязательно лайки. Это помогает продвижению всех видео на YouTube. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Пишите ваши комментарии. Я все читаю. На вопросы, которые считаю нужным, правильным, есть вдохновление и могу что-то ответить. Я стараюсь отвечать даже в видеороликах в виде проповеди. На этом у меня всё. Всем желаю всего самого доброго. Бодрствуйте и не отчаивайтесь. Всё будет хорошо. Конец всё равно всему настанет и всё будет отлично. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.